Я с огромным удовольствием сейчас приглашаю к микрофону поэта, автора и исполнителя собственных песен, выпускника двух академий, военного летчика, настоящего полковника и крутого финансиста. Кроме этого, он горнолыжник и путешественник, автор книг, стихов и песен, лирических, хронических, детских, давал сольные концерты по всей России и за рубежом, в США, Канаде, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии и так далее. Он лауреат фестивалей «Ёрш, умный смех», а главное для нас его достижение в жизни, он автор проекта и бессменный ведущий концертов «Смеха песен». Печеный не вспомнишь, в честь десятилетия, которые мы с вами здесь сегодня собрались. Всеми любимый смеховед и печеный группа Владимир Городзейский. Спасибо. В прошлом году, вы помните, в феврале прозвучал первый февраля гром, первый гром. Гроза первого февраля. Когда под снегом спят поля, Когда на мае далеко, Грозу в начале февраля представить очень нелегко. Но я не чучев и не фет, Хотя замечу вместе с тем, Что тоже все-таки поэт, Но не люблю грозу совсем. А в этом году, восьмого мая, Выглянув в окно, я увидел снег на зеленой траве. Снег называется «Майский снег в Москве». Люблю снежок в начале мая, Морозец, легкий гололед, И лыжи снова доставая. В восторге я, что снег идет, Под снегом скрылись помидоры, Пусть кое-где торчит тюльпан, И их, однако, очень скоро, Весенний замедет буран, И вряд ли я весну увижу И сменницу, и ягозу. Май, снег, метель, И снова лыжи, И тютчин зря любил грозу. Июль был ничуть не лучше, Если вы помните, Поэтому я написал стихотворение, Которое называется «Июль уж близится, А лето так и нет». Пусть май с июнем Нас в Москве всех позабавили, Деревья все-таки в листве, Судробы вставили. Пусть снег и дождь, Примите вы решение смелое, Снимите черные штаны, Оденьтесь в белое, Девчонкам мини вместо брюк Блеснуть фигурою, И сразу же зиме каюк Уйдет понурое, Тогда и солнце, и тепло, И лето, золоце. Снимай штаны зиме на зло, И все исполнится. Следующий тюрьм называется «Гондурас». Я смотрю на планету, Эх, отбилось от рук, Справедливости нету, Улетучилось вдруг. Раньше что вызывало Беспокойство у нас? Тоже, в общем, немало, Например, «Гондурас». Мы, конечно же, знали, И для нас не секрет, Нет его на Урале, И в Карелии нет, Нет предгорья Кавказа, И в пределах Москвы Гондураса ни разу Не отыщите вы. В Курговерте планета, Сколько лет уж не счесть, Был он все-таки где-то, И, наверное, есть, Где-то за океаном, Я не знаю каким, Есть какие-то страны, Может, там, черт бы с ним, Только не обессудьте, Но домыслишь порой, Гондурас — это пунктик, Он у каждого свой, Годы мчатся, и все же, Но все чаще сейчас, Все тревожит, тревожит И зудит, как дурас. Замечательный поэт, Который выступит еще на этой сцене, Юрий Викторов, Написал письмо из Италии, И там первые строки были такие, Я здесь в Италии постылой, Спасибо вредине врачу, И весь тоскуя по России, Существование врачу. И есть там еще такое четверостишье, Довлюсь коммуном с пармезаном, Жую омаров на обед, У этих итальянцев странных, Борща и гречи нашей нет. Ну, оно длинное, Я не знаю, будет ли он его читать, Но я ему ответил на это Письмо из Италии постылой, Письмо другу Виталию постылу. Письмо читаю я и плачу, И завтра твоему врачу Пойду и в морду зафигачу, Но за тебя я отплачу. Он виноват, тут нету речи, Свободы и права поправ, В страну, где даже нету гречи, Тебя болезного послав, Остерегайся провокаций, Не пей там всяких омаре, И бояся злых инсинуаций, Как то омаров на обед. Не травнись там пармезаном, А устриц сразу унитаз, Там в этих европейских странах Не подхвати каких зараз. Брюнеткам жгучим и не очень, Юра сразу твердо нет. Они ж узнать для НАТО Хочут ракетно-ядерный секрет, Там иностранцев, Юра, море, А ты, мой друг, совсем один, Но помни, что момент во море, Что ты российский гражданин, Но если вдруг совсем не в силе, Беги оттуда вовсю прыть, А лучше звякни по мобиле, Тебя приеду заменить. Спасибо. Спасибо. Я люблю. Спасибо, Володя Городинскому.